Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 95 лет прошло со дня смерти Райнера Марии Рильки. Однако, будучи властелителем дум и культовым поэтом, при жизни он остается одним из самых загадочных и непонятных поэтов в настоящее время. А между тем, текст Рильки уникален, многослойен, полифоничен, он пропитан особой философией, и это являет нам необычайно художественное мировосприятие самого поэта. И, возможно, познав это, мы и приблизимся к самой сути творческого начала в каждом из нас. «Общество Рильки. Мелодия и вещей» – это тема нашей сегодняшней программы, а гость в студии – ведущий методист МБУ городского округа Самара СМИПС Инна Александровна Емщикова. Здравствуйте. Добрый день. Инна Александровна, я попрошу вас рассказать об этом поэте. Конечно, традиционно какие-то вехи биографии, ну и, собственно, почему его считают уникальным поэтом. Да, с удовольствием расскажу. Родился он в Праге. Сам он человек без гражданства, можно так сказать, потому что он путешествовал, искал себя во всех уголках, в том числе и в России. И в России он бывал дважды, проплывал даже вдоль наших Самарских берегов. Нет, точно неизвестно, останавливался или нет, возможно, даже останавливался, но точно здесь бывал, в этих местах. Россия его вдохновила, и как он в одном из своих писем пишет, сделала его тем, кем он стал и кем мы его сейчас знаем. Россия его изменила, и в духовном плане в том числе, и подарила несколько великих произведений. Его самое известное произведение «Часа слов», одно из книг, оно состоит из трех книг. Желающие могут прийти к нам познакомиться с ним, с этим произведением. И действительно, Райнера Марии Рильке – это уникальное явление, с этим согласны все. Сейчас интерес к нему возрастает, и мы, когда задумывали этот проект, благодаря тому, что есть у нас любитель, именно Райнера Марии Рильке, открыватель для нас, и автор этого проекта, направленный на развитие и на открытие этого автора в дальнейшем. И мы, посмотрев, что, к сожалению, в России о нем нет, произведения, конечно же, его известны, авторы известны, ими известны, книги есть, но нет такой площадки, на которой можно было бы с ним познакомиться лучше. И мы решили заполнить эту нишу. Мы обратились сначала за помощью, как бы, в международное сообщество, общество Рильке, оно находится в Швейцарии. И, к своему удивлению, поняли, что они пошли к нам на контакт, но у них очень сейчас тяжелое положение, некоторое, и финансовое в том числе. И так получается, что мы чуть ли не единственные во всем вот этом пространстве, которые сейчас реализуем этот проект. Нас поддерживает Австрийский культурный форум, вот уже два года как, но об этом чуть подробнее попозже. И тогда мы решили этот проект точно, что он у нас будет реализовывать. Начали мы его реализовывать с группы в социальной сети ВКонтакте. Это какие-то выдержки тоже, какие-то заметки, цитаты из его произведений. Просто знакомили людей, смотрели на их реакцию. Реакция была очень теплая, очень замечательная. И тут нам посчастливилось встретиться, познакомиться с Николаем Тимофеевичем Рымарем, профессором Самарского государственного университета, который до глубины души влюблен в ранее Рымаре и Рильке. Но профессорская его учебная деятельность ученого не совсем позволяет так вот расширить его рамки и полностью насладиться творчеством у этих писателей. И он с удовольствием откликнулся на нашу просьбу, на наше вот такое приглашение и стал читать у нас лекции. Лектором стал. Да. Цикл лекций Николая Тимофеевича Рымаря, который называется «Рильке. Поэзия как опыт бытия». Это удивительный цикл лекций. С помощью этого цикла вы можете научиться читать Райнера Марии Рильке, потому что Рильке действительно надо уметь читать. Это поэт, который пишет между строк и открывает пространство. Открывает пространство для читателя. Приглашает его к себе в это пространство погрузиться. И это тоже один из удивительных и уникальных поэтов, который делает как бы остановку. Читатель, открывая его, он останавливается от всей этой нашей бесконечной суеты, от нашего бесконечного потока информации, чем мы сейчас перегружены. Просто отдохнуть, остановиться, отдохнуть и открыть мир вокруг себя. Вы сказали, что он, этот поэт, писатель, становится популярным именно сейчас, в наше время. Так у меня логичный вопрос, почему? Наверное, мы устали. Вот это вот, от этой беготни и суеты, скорее всего, мы устали и жаждем вот этой остановки, жаждем смены пространства. И это будет как бы уникальное, наверное, явление, потому что мы действительно сейчас обращаем внимание, что и литературный конкурс, который идет у нас, и прием работы завершен, но тем не менее, который проходит. И также фестивали, они находят очень большой и широкий отклик. Люди открывают для себя этого поэта, люди наслаждаются им. И, наверное, здесь поиск себя. Вот поиск себя играет ключевую роль в общении с Рильки. Я не знакома с творчеством этого писателя, но у меня к вам вопрос. В его произведениях какой-то глубокий философский смысл? Он просто либо сложен в чтении, в общении с поэтом? Каков он? Он не столько сложен, сколько, ну, вы сказали, да, многословен, полифоничен. Его язык действительно таков. Но мы должны в первую очередь еще и учитывать то, что мы читаем не оригинал, мы читаем переводы. Это тоже накладывает свой отпечаток, потому что даже у нас, как бы, циклом лекции мы не ограничились, да, а перешли и расширили свой полет дальше. И общество Рильки теперь проводит и лабораторию чтения, понимания и перевода непосредственно Райнера Марии Рильки, которые курирует, модерирует тоже Николай Тимофеевич Рымарь. И он очень строг. Он строг каждому слову. Я вот сама тоже являюсь участницей этой лаборатории. И иногда даже боишься каких-то таких грозных комментариев, уже думаешь, а как ты перевела? А почему именно вот этот смысл? А может быть, Николай Тимофеевич какой-то другой смысл здесь найдет? И вот искать смыслы, искать мотивы, это очень интересно, и это вдохновляет, потому что он как Рильки, как Орфей в этом случае, он открывает нам дорогу, вдохновись, пожалуйста, вот тебе возможность, уникальная возможность, сама пообщайся с богами, сама пообщайся вот в том мире, в котором я нахожусь, и как бы раздели со мной этот мир. И вот это вот приглашение, оно всегда очень радует. И действительно наступает какая-то такая вот ситуация, когда ты просто вот летаешь в этом. Это удивительно. А Николай Тимофеевич Рымарь со всей своей любовью к Рильке, он, как я уже говорил, он очень точен в словах. И делая даже некоторые открытия, когда он нам читал, допустим, лекции по Чисослову, здесь книга достаточно сложная. Она сложная и философски, она сложная и некоторыми религиозными какими-то мотивами, и она сложна еще тем, что это такой средний период Рильки. Это не ранний период, когда он летал, когда он юноша, детские его как бы годы, он еще не поэт в полном смысле этого слова. А Чисослов это уже более такой вот серьезная ступенька к тому, что мы видим и слышим сейчас, уже позднего Рильки. У нас есть отрывочек, давайте послушаем. Счастливая судьба сидеть в тихой комнате, в наследственном доме, среди оседлых ручных вещей, слушать синиц, пробующих голоса в зеленой прохладе сада и бой деревенских часов до реки. Сидеть, разглядывать карминную полоску заката, многое знать о минувших девушках, быть поэтом. И подумать, я тоже бы мог стать поэтом, найдись у меня жилье, хоть где-то в заколоченной забытой усадьбе. Мне хватило бы одной единственной комнаты, светлой комнатами за ним. Там я жил бы со своими старинными вещами, семейными портретами и пирами. Мне было бы кресло и собаки, крепкая палка для клемнистых путей. И больше ничего. Нет, еще одна тетрадь в кожаном, желтоватом, как слоновая кость, переплете с цветистой изнанкой. В ней бы я писал. Я писал бы много. У меня было бы много мыслей и воспоминаний. Второй международный литературный конкурс онлайн. Чтение, понимание, перевод рильки. Вот сейчас как раз мы послушали отрывок. Я попрошу прокомментировать вас то, что мы сейчас услышали. Да, это девушка из Абхазии. Она очень тонко прочувствовала и передала дух рильки. И просто очень хотелось бы обратить внимание, что рильки не только поэт, но он известный и прозаик. У него есть замечательный роман «Записки Мальты Лауриса Бригги». И это одна из номинаций была. Читаем отрывок из этого романа. И вторая номинация у нас была, номинация «Понимание». Понимание непосредственно этого романа. И третья – это переводы. Переводы у нас относились к сонетам Корфею, к первой части. То есть нужно было самому перевести, да? Опираясь на текст оригинала и предоставляя его, нужно было перевести один сонет из первой части сонетов Корфею. А их всего там 26. Ну и плюс еще вторая часть. Ну а язык оригинала сложен. В переводе я имею в виду, в понимании-то, каждый человек понимает по-своему смысл произведения. А вот именно в части перевода могут быть сложности? Конечно, возникают сложности. И иногда, вот мы проводили сколько уже заседаний лаборатории, да? Мы практически перевели всю вторую часть новых стихотворений за все свои заседания. Это более 30 заседаний. У нас прошло более 30 встреч. И мы зачастую сталкиваемся с тем, что переводы наши очень сильно разнятся с известными переводами, с переводами профессиональных переводчиков. А мы себя не считаем профессионалами. Мы в первую очередь любители... Разнятся по смыслу? Разнятся и по смыслу, разнятся и по характеру, разнятся по мотивам. И в том числе... Ну, это, конечно, не всегда, но есть такое. И в том числе по пониманию. Вот невозможно перевести немецкий текст, если ты не понимаешь, что там написано. То есть слова могут как бы, ну, просто быть словами. А нужно их прочитать, что хотел сказать Рильке, когда именно вот это вот писал. Нужно погрузиться вот именно в ту атмосферу. Нужно стать Рильке на какое-то время и самому перевести это стихотворение. Самому прожить то, что прожил автор. Ну, это же невозможно. Это же личные чувства писателя, автора. И он передавал в моменты, когда он писал то или иное произведение, в том числе и свое настроение. Поэтому здесь вот и, наверное, в переводе это уникальный текст, который представляет именно этот человек. Он видит и как он понимает. Вот это и дело, что Райнер Мария Рильке, дело в том, что он все свои чувства, все свои переживания настолько тонко и открыто выкладывает в своих, транслирует в своих стихотворениях, в своей, в том числе и прозе, что когда ты читаешь, ты волей или неволей, но становишься Рильке и становишься как бы вот транслируешь сама или сам непосредственно то, что хотел сказать автор. В этом и сам смак, в этом само и содержание перевода, в этом сама сущность перевода. Ну вот очень любопытно, такой конкурс пользуется ли успехом и почему вот именно такие поэтические, творческие конкурсы очень актуальны у нас сегодня для наших зрителей, для читателей, людей? Да, вот это вот очень интересный вопрос, почему они вдруг стали актуальны, именно литературные конкурсы. И общаясь с участниками, задавала им вопрос, как вы узнали о нас. И нам говорили, мы просто забивали литературные конкурсы в поисковике, и нам выпадала информация о вас, вы нас интересовали, и вот таким образом мы к вам пришли. Вот это вот уникальное сейчас тоже явление, такое очень интересное идет, что интересуется не только литературными конкурсами, таким поэтическим, прозаическим, когда я сам пишу, но и когда я участвую в каких-либо конкурсах, которые посвящены автору. Вот это интересное явление, и очень будет интересно также узнать, что последует за этим дальше, во что это выявится. Когда мы проводили первый конкурс, мы нашу копилочку пополнили тоже очень интересными работами, и теперь несколько участников из предыдущего конкурса стали участниками нашей лаборатории в этом году. Это Виктория Левина из Израиля, также Оксана Соснина из Химок, и Наталья Тимофеева, тоже Химки, что нам достаточно интересно и положительно вот этот опыт учитывать, и что они непосредственно несут тоже вот это вот знание, что они несут этот опыт не только как участника конкурса, но и теперь уже как участника лаборатории. Это им тоже в плюс. Ну вот формат лаборатории очень интересен для библиотек, только в том смысле, что он необычен. И вот достаточно редко проводится. Он проводится онлайн, все участники имеют доступ также к нему, одновременно участвуют. А вот узнавали ли вы у участников как раз этого конкурса, о котором мы сегодня говорим, что этот конкурс им дает, помимо самообразования, конечно? Встреча с автором. Встреча с автором, погружение вот непосредственно в его текст, вот в эти удивительные миры, а некоторые даже просто открывают для себя рильки, вот участвуя в конкурсе. Очень много было таких из далеких, допустим, городов нашей России говорили, что нам очень сложно было поучаствовать в этом конкурсе. Мы там преодолели ряд преград. Не было, допустим, книг, указанных вами в библиотеке. Мы распечатывали это из интернета, старались, стремились к тому, чтобы поучаствовать. Этот конкурс дает еще, наверное, кроме этого, и самовыражение, не только самообразование. Здесь участники имеют возможность выразить сами себя. Ну, а потом это хороший стимул для библиотеки как таковой. Стать площадкой международного конкурса вот уже второй год подряд, это стоит достаточно дорого, что мы и ценим. Ну, а чтобы быть участниками таких международных конкурсов, я думаю, что та поддержка, которая оказывается вам администрацией нашего города и департаментом культуры, она, конечно, бесценна. И без нее, я так полагаю, подтвердите мои слова или опровергните, была бы невозможна в том числе участие в таких конкурсах. Да, конечно, вы совершенно правы. Поддержка департамента культуры и нашего директора, нашей администрации это очень много дает, и только благодаря этому проект реализуется. Но это все-таки общие слова, а вот конкретно можете что-то сказать, в чем она выражается, вот если мы говорим об этом проекте и о тех многочисленных проектах, которые вы проводите в течение года, и вот все-таки как-то пандемия повлияла на это? Ну, пандемия не повлияла, в принципе, этот проект изначально, он был онлайн, мы все лекции наши запускали онлайн, и вот как раз поддержка департамента, поддержка администрации городского округа Самара в том, что информационно в первую очередь распространять информацию об этих уникальных наших проектах, которые интересны, и, соответственно, распространение и участие в них станет возможно только благодаря их поддержке. Хорошо, вы много проводите онлайн-проектов, а вот если все-таки говорить о каких-то рейтингах, вот этот проект «Читаем, понимаем, рильки», он стоит в десятке или, может быть, даже в тройке ведущих? Вы знаете, этот проект, как бы я положила на отдельную полочку, потому что здесь больше исследовательская деятельность библиотеки проходит, потому что мы исследуем творчество автора, и, конечно же, здесь в первую очередь играет роль именно лаборатории такой, и в том числе кураторство Николая Тимофеевича, то есть это уже планка выше становится, она становится ученой. Вот эта вот ученая-исследовательская деятельность ставит и выдвигает этот проект как бы отдельно немножечко от других. Он, да, конечно же, литературный, он, да, конечно же, общедоступный. Заседание лаборатории у нас проходит в Зуме, трансляции идут в социальной сети ВКонтакте, можете обратиться и посмотреть все наши встречи открыты, доступны, пожалуйста. Просто наслаждайтесь и пробуйте переводить, и пробуйте участвовать в конкурсе на следующий год. А что дает это участникам фестиваля? Участникам, как бы, итоги конкурса у нас будут подведены 4 декабря, уже на третьем международном литературном фестивале рильки «Мелодия вещей». Участники будут иметь возможность пообщаться с мэтрами, которые непосредственно занимаются творчеством рильки, и вдохновиться, либо пересмотреть какие-то свои взгляды, дальше идти по этому направлению, по этой дороге. Потому что участников у нас очень много. Вот сейчас 1 ноября у нас онлайн-голосование идет зрителей. Извините, с 1 октября, а с 1 ноября приступит к конкурсу, уже оценка жюри будет, и победители конкурсом будут объявлены, как я уже сказала, на фестивале. Конкурс нам подарил в этом году 66 новых переводов стихотворений с первой части «Сонетта в Корфею», 21 эссе по роману «Записки Мальты Лаурицы Бригги» и 45 видеороликов, с которыми вы познакомитесь. Ну и, конечно же, нас просто покоряет география. Это и Германия, и Австрия, Нидерланды, Израиль, Республика Молдова, Китай, Азербайджан, Казахстан, Республика Беларусь. Тоже несколько городов представлено. Из России, как я уже говорила, как я смеюсь, от Москвы до Уссурийска, то есть очень обширные континенты. Москва, Балашиха, Химки, Санкт-Петербург, Самара, Самарская область, конечно же, Республика Башкортостан, Стерлитамака, Республика Калмыкия, Республика Крым, город Биробиджан, Ханты-Мансийск, Республика Хакасия, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Западная Двина, Пермь, Жевск, но не хватит, наверное, даже эфирного времени перечислять все эти города. Да, география обширна, конечно. Очень много участников, и добрые пожелания участников. Спасибо, благодарности, что позволили в этом конкурсе поучаствовать, что есть такая уникальная возможность, и что непосредственно открыли автора, есть возможность открыть себя, как-то попробовать себя в этом направлении, в этом творчестве. Ведь многие за переводы берутся впервые благодаря этому конкурсу. У нас было несколько подтверждений в прошлом году, и вот там уже просто истории такие, даже как и семейные, когда пара посвящала друг другу переводы. Он читал ей, она посвящала переводы ему. Такая вот романтическая история удивительная. И в этом конкурсе у нас тоже участвуют и дети, хотя мы ставим как бы 16+, возрастную рамку, но никому не отказываем, все работы принимаем. Конечно, не все у нас пойдут именно на конкурс, не все попадут к жюри, это понятно, по разным причинам. Некоторые там по формату немножечко затянуты, некоторые в переводах. У нас даже есть из Казахстана удивительный случай. Девушка из Казахстана благодарила нас за возможность перевести рильки на казахский язык. Она говорила, что ни в одном конкурсе этого не встречала, и спасибо, что вы позволили. Если вы знаете казахский язык, пожалуйста, добро пожаловать к нам на страничку конкурса, где вы сможете посмотреть и почитать, и вдохновиться этим. Ну что же, на вот этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний с вами разговор. Хочется пожелать вам и дальнейших таких же интересных конкурсов, ну и, конечно, успешной их реализации. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова